Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и вы на YouTube канале Природа Будущего. Уже предзимье и мы практически подготовили участок зиме. А некоторые уже даже вообще подготовили. Уже на участке ничего нет, уже подрезаны все многолетники, проведена уборка на участке, подготовлены теплицы, грядки перекопаны, туда внесены соответствующие подкормки, полезные препараты и компост. Мы занимались подготовкой компоста. И в общем мы уже готовы к укрытиям. Многие уже растения укрыли, некоторые делают это поэтапно, но все зависит от того места, где вы живете. Вот я, например, уже укрыла часть растений лутросилом, и чуть позже я утеплю это все еще и пленкой. Но вместе с тем, не забыли ли вы одну очень важную операцию? Речь идет о наших любимых цветах. Вот о каких цветах я говорю. Вы, наверное, знаете, что многие многолетники, их, естественно, подрезают, некоторые укрывают. Но не забыли ли вы о том, что кое-какие нужно выкапывать? Особенно это относится к клубневым и луковичным. Ну какие-то растения. Но то, что нужно выкапывать гладиолусы, наверное, знают все. И именно осенью, потому что они не смогут перезимовать. А вот относительно других цветов часто бывают ошибки. Проверьте себя, знаете ли вы что? Выкапывать нужно георгины, выкапывать нужно бегонии, выкапывать нужно мантбреции или же каракосмии, и выкапывать нужно каллы. Но что касается георгинов, мне кажется, все-таки тоже, как и гладиолусы, большинство садоводов знает, что их нужно выкапывать и потом сохранять в подвале. Просто не у всех получается их сохранить, потому что к этому подходят по-разному. В одном и том же подвале можно сохранить, а можно и не сохранить. В зависимости в чем и при каком температурном режиме сохранять. А вот то, что нужно бегонии, кракосмии, они же мантбреции, и каллы выкапывать, знает не каждый садовод. Многие, я встречала таких садоводов, уверены, что ничего не нужно делать. Что, дескать, эти цветы чем-то похожи на лилии. Ведь лилии же мы не выкапываем, а просто либо оставляем так, либо особенно ценные сорта утепляем. А павшим лиством, ветками, да даже кладем просто лутросил на это место, сложенный в четверо. И считается у многих, что вот эти вот вышеназванные цветы достаточно просто закидать листвой, утеплить как-то, и не нужно их выкапывать. А вот это ошибка номер первая и главная. Не забудьте эти цветы все же выкопать. Их нужно зимой сохранять. Иначе весной вы всходов от них не увидите. Эти растения подключаются в том, что многие думают, что каллы, крокосмию, допустим, можно выкопать и сразу же посадить дома в горшок, и там они будут продолжать свой земной путь, так сказать. И это неправильно. Что георгины, что манбреции, что каллы, и, кстати, гладиолусы тоже, ничего не получится, если вы их посадите дома. Но, во-первых, дом для них неподходящая среда. Они там быстро погибнут, будут болеть. Во-вторых, они нуждаются в периоде покоя. Вот кто сажал орепчатый лук на зелень, тот знает, что если выкопать и сразу же посадить, зелень не вырастет. Ему надо как-то приготовиться. Должны пройти какие-то процессы, после чего лук уже можно использовать, он зелень даст. Вот в периоде покоя такие растения нуждаются. Исключение – только бегония. Вот ее после выкопки можно, ну, скажем так, через неделю снова сажать. Да, такое есть. Но это справедливо только для бегонии. И после выкопки, следующая ошибка, которая бывает в данном случае, что делать после выкопки. И многие сразу же бегут сохранять их, так сказать, в подвал. Прикапывая в песок или там раскладывая на полке, что-то там другое делая. Но ошибка не выполнить промежуточный этап. А промежуточный этап – это просушивание. Причем такое просушивание может происходить в течение двух-трех недель. Смотря какая порода вашего цветка. Но я бы сказала, что две недели – это вот необходимо и достаточно. Это, знаете, не морковка и не свекла. Оно не завянет. Луковичный, как и лук, нужно просушить как можно лучше. Вот единственное могу сказать про георгины. У них по-особому. Все-таки их больше недели сушить нельзя. Они все-таки ближе к этой самой свекле. Но все, что луковичное, надо сушить две недели. Я сейчас нахожусь на чердаке. И здесь на такой вот крафт-бумаге у меня разложены луковичные. Вот я уже почти все убрала. Я видео это снимаю поздно. Но вот здесь каллы. Здесь лежат уже абсолютно подсохшие каллы. Их пора уже убирать. И вот точно так же я сушила и бегонии, и все остальное. Вот как надо. И только после вот этого этапа просушивания надо спускать в подвал. Понимаете, даже при самом лучшем подвале, если бы не было этого этапа адаптации, могут сгнить. Несмотря на все хорошее. Луковичным эта адаптация очень нужна. И посмотрите-ка, как эти каллы хранятся. Я не убирала с них землю. В принципе, даже лучше, если... Вот потому что на этой земле содержится родная микрофлора, вместе с которой они жили. Я лишь перед сушкой нанесла сейбромедин. Я распылила сейбромедин по поверхности. Вот таких выкопанных с землей, с остатками земли. Я оставила их сушиться. То есть сейбромедин свое дело сделал. А полезные микроорганизмы, какие были, они сохранятся. Они спарулируются, уйдут в покой. Но это тоже неплохо. Иногда, знаете, излишнее промывание, очищение щеткой и прочее. Это даже может быть и плохо. Вот лично я, и это, кстати, дел меньше получается, чем каждое промывать. Все-таки это не морковка, которую вы будете варить. В общем, в своей землице бывает не хуже. И вот эти луковицы калл и бегонии, которые у меня уже высохли на другой бумажке, это все можно уже опускать на хранение в подвал. И так, чтобы зимой успешно сохранять наши клубни луковичные, нам нужны помощники. И я бы сказала, что это вот эти два замечательных препарата. Для того, чтобы у вас не сгнили никакие хранящиеся в подвале или дома в холодильнике цветы, их обязательно нужно обеззаразить. Но этот обеззараживатель должен действовать мягко. Любой химикат, он просто-напросто повредит луковицам, он их может сжечь. Здесь без вариантов мы обрабатываем перед укладкой на хранение серебромедином. Ионы меди и серебра, причем это наночастицы. Они абсолютно безопасны для человека, для животных, для самого растения. А вместе с тем, они, во-первых, на поверхности, на которую вы нанесли, около двух месяцев держатся, благодаря прилипатию арабиногалактан, это первое. А во-вторых, они действительно мощное средство, потому что иметь и серебро. В результате фитопатогены теряют жизнеспособность. А вот если вы хотите, единственный цветок, который можно посадить вновь, это бегония. Если вы хотите ее потом посадить, то через, допустим, два-три дня после обработки серебромедином, вы можете нанести айзосферные бактерии для клубнелуковичных ЭКБИ-2 и сажать в горшок. Вы это сможете сделать. Но это, конечно, после того, как вы подготовили, убрали фитопатогены с помощью серебромедина. Иначе эти фитопатогены перейдут совершенно спокойно к вам в квартиру. А этого нам не надо. Так что серебромедин и ЭКБИ-2, то, что нам нужно именно вот для такой выкопки и для хранения вот этих цветов в хранилищах. 40 мл на каждый литр, чтобы обеззаразить наши клубнелуковичные. Но, конечно, если вы их выкопали и видите, что явно они чем-то больны, какие-то участки на них есть, обычно советуют вырезать, присыпать углем, но, знаете, делают такое. Очень народное и не всегда действенное. Тогда 80 мл на каждый литр. Вот и все. И вот этим полученным раствором вы будете, просто нанесете, нанесете спрей и после чего просушите. И потом будете убирать в хранилище. Каллы, бегонии, манбреции, они же каракосмии, киргины, гладиолусы. Все нужно обязательно выкопать. И не обязательно промывать и прям все счищать. Но если только, конечно, вы храните в холодильнике, там это не есть хорошо. Тогда можно как-то аккуратно их сполоснуть и подсушить. Которые вы храните в подвале, абсолютно это делать не надо. И после этого обеззаразить, просто распылить на них серебромедин. И после этого подсушить в течение двух недель. Вот тогда только настала пора переносить их в холодильник либо подвал. А вот клубни-бегонии, после того, как вы их подсушили, обработав серебромедином, их снова можно вновь посадить. Но тогда уже нанести ЭКБИ-2, специальный изосферный микроорганизм. А если вы хотите посадить бегонию после такой обработки снова, чтобы нарадовала вас цветами и зимой, то надо нанести специальные изосферные бактерии для корневичных и луковичных. 10 капель на 100 мл. И вот луковички приехали в подвал. И тут еще одна ошибка. Выкладывать просто так на полки. Или заворачивать здесь бумажку. А подвалы, как правило, они либо сырые, либо очень теплые. То есть все равно оно засохнет. Или вот скукожится. Либо в пищевую пленку, что вообще делать нельзя. Самый лучший вариант – песок. Никакие не опилки. Они сильно влагу в себя всасывают. Только песок. Вот я сколько лет хранила, и у меня все получалось на отлично. Сыпаем песок на дно. Выкладываем наши вот всякие разные. Тут и бегонии. Тут и у меня эти самые каллы. Все полностью так. Все у меня. Все. И песком засыпаем все это сверху. Кладем на подложку из песка. И песком же мы их и засыпаем. Это называется зарыть песок. Не копать уже в песке, а вот так. Именно, чтобы четко были соблюдены тут слои. Вот так. Вот и все. Правильное хранение в подвале – это оплот сохранности всех луковичек. У меня в подвале от нуля до плюс трех. А в песке, конечно, здесь будет ну, плюс один – это точно. И потом, если у вас, допустим, сухой подвал, выше температуры, то песок сохранит влажность. Поэтому вот песок, в случае чего песок чуть и увлажнить можно. Поэтому это является идеальная среда для хранения клубни луковичных. Очень многие садоводы избегают клубни луковичные цветы иметь на даче, потому что они не сохраняются. А на самом деле они отлично сохраняются. Просто надо знать, как их правильно сохранять. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал Файрода Будущего.